Девелопер экспириенс 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 Каждое приложение в вашем смартфоне воюет за ваши 5 минут, в том числе и те инструменты, которыми мы пользуемся в рабочей обстановке. И умные люди, когда начали исследовать поведение пользователей, придумали такую вещь, как UX, то есть User Experience, пользовательский опыт. Это некая интегральная метрика, которая позволяет вычислить, насколько хорошо и приятно нашему пользователю внутри нашего приложения, сколько времени он готов там потратить, и чем лучше пользовательский опыт, чем больше времени он проведет. Но важный нюанс, что опыт разработчика – это не пользовательский опыт. Все привыкли, что разработчики, технические специалисты, мы девопсы, такие люди умные, и они сами справятся, в принципе, сами разберутся, поэтому им можно дать Jenkins, например. У меня от него травма, честно скажу, старая, и когда увидел GitLab CI, я был просто счастлив. И так, собственно, вот пользовательский опыт не равен опыту разработчика. Это разные подходы, разные инструменты и разные люди. Есть, например, чудесная команда ArgoCD. Все вы знаете, да, вот эти ребята очень сильно топят за ДВХ, и, ну, давайте просто сравним, да, как бы, вот в чем вам было приятнее бы находиться. Мне кажется, здесь. Это мой личный выбор, и, в принципе, вот к этому стоит идти. Это не бесполезные украшалочки, это не вот эти все свистелки, которые любят накручивать, не знаю, там, дизайнеры, whatever. Это подход, который поможет вашим сотрудникам чувствовать себя лучше, выполнять свою работу эффективнее, чего хочет любой менеджер, собственно говоря. Итак, что такое DX или, как еще говорят, ДВХ? Это некий скоуп подходов, мероприятий и действий, направленных на то, чтобы улучшить вот этот самый опыт разработчика в течение рабочего времени, в процессах наших рабочих. И очень много команд уже в мире начали обращать на это внимание. Это стало важно, потому что все мы знаем о чудовищном дефиците кадров у нас в индустрии и возросли, и поэтому для разработчиков стараются создать условия, которые помогут выполнять свою работу эффективно. Плюс есть некий момент, что мы все с вами в основном интроверты, не очень общительные люди, и зачастую бывает сложно просто подойти и сказать, блин, ну мне бесит этот Jenkins, мне не нравится, что мне надо запустить 35 джоб вручную, чтобы, не знаю, получить один артефакт. Мне все это не нравится. И люди этого не говорят и увольняются. В результате команды теряют хороших разработчиков, продукты теряют в time to market, и так далее мы можем продолжать. Вот для этого придумали так называемый DFX, Developer Experience, и попытались его как-то сформулировать. Я, с вашей стороны, попытаюсь кратко рассказать вам о том, что это такое. Кратко, потому что, на самом деле, про это рассказывать можно очень долго. Итак, внимание, DX, как я уже говорил, улучшает атмосферу в команде. То есть зачастую мы можем наблюдать на этом слайде, что мы такие хорошо зашли, мы адаптируем adoption technology, адаптируем технологию, что-то завозим новое. Мы посчитали, что это будет круто отражаться, не знаю, на деливере кода. Мы посчитали, что это будет классно выглядеть на мониторингах, но мы не посчитали то, как с этим будут работать разработчики. Мы не увидели их боль, и мы просто принесли им продукт, сказали, ребят, ну, давайте, берите. Вот мы решили, что это круто. Ну, да, такое тоже бывает. Unix Way – это пример хорошего DX. Почему? Unix Way, как вы все знаете, это одна утилита, которая выполняет ровно одну функцию, и механизм, который позволяет собрать их в большой конструктор, в большое лего. Вот это хороший пример, действительно. У вас есть маленькие блоки кода, и есть внятный, описанный способ собрать из них большое приложение. Это пример хорошего DX, который интуитивен по сути. От него можно отталкиваться, и от этого подхода можно отталкиваться, чтобы нести вот это хорошее светлое в массы, в ваши процессы, в ваши команды. Наша любимая восьмерочка, все знают. Кирилл показывал нам шестерку, да, но на самом деле у нас девопсовая восьмерочка такая. И вот мы знаем все наши любимые этапы. Наши он оранжевенькими выделены в основном. Куда вкручивается здесь DX? Где он должен быть вот на этой нашей чудесной восьмерке? Везде. На самом деле везде. Каждый из моментов уже очень хорошо, что мы разложили весь наш процесс на этапы. И теперь давайте посмотрим на каждый этап. И я не буду в рамках презентации этого делать, но просто имеет смысл посмотреть на каждый этап и задать себе вопрос, насколько он хорош с точки зрения опыта разработчика. Основная ценность разработчика, основная ценность любого технического специалиста – это решенные задачи. В конце концов, любые большие бизнес-проекты, любые требования, любые чудовищные какие-то масштабные изменения в конце концов скатываются до маленьких задач в Jira, в вашем таск-трекере, которые обычный разработчик сидит и целый день решает. И, собственно говоря, его ценность, его value, которые он генерирует – это его решенные задачи. На уровнях выше из этого собираются уже какие-то более сложные системы, но обычный разработчик решает задачи, и это его работа. И моя работа, например, как менеджер – сделать так, чтобы он эти задачи решал хорошо и комфортно. Цифры. Нам нужны цифры. Мы хорошо поговорили, такие там все прям придумали, что надо измерять. А мерить-то как, собственно говоря? Как мы будем это делать? И, на самом деле, да, довольно просто. Мы берем уже то, что есть. У нас есть хорошая база по UALX, которую накопили за десятилетия исследователи этих процессов. И мы можем что-то оттуда взять и, в принципе, прикрутить это дело к нашим повседневностям. И возьмем первую метрику, которую мы можем коммитить на цифры – это VTF-час. Попробуйте отдать какой-нибудь лего с разработчиком и постоять за дверью просто с секундомером и считать количество этих VTF. Собственно говоря, вы можете их видеть, да? То есть вот первый, вот второй, вот третий, вот четвертый. И на каждый из этих моментов, на каждый – это только я вот по верхам пока презентацию делал, набрал – вы услышите не один VTF, не один. А хороший менеджер не должен слышать их вообще, потому что это важно. Давайте конкретно. Давайте конкретно говорить о том, что мы будем делать и как, собственно, с этим жить. Картинку в сеть вы знаете прекрасно. Мне запретили ее сюда постить в исходном виде, поэтому я ее запостил вот в таком виде. Погружаться в это придется, однозначно придется. И, собственно говоря, хорошо, если сделает ваш менеджер, это будет круто. Но, в принципе, почему бы мы можем не сделать это самостоятельно? Любой разработчик может начать эту движуху и, по крайней мере, принести и сказать, ребят, у нас вот тут происходит что-то, давайте мы вот из этого, то, что скрыто по моральным течкам, соображением выберемся куда-то в светлое будущее. Поэтому нам нужно ввести цифры. Что было, собственно говоря, до того, как мы придумали вот наш этот ДВХ? Был у нас некий процесс, который вот хорошо описывается в терминах квантовой физики на самом деле, который мы не видели. Мы видели какие-то волны, мы видели, что все это течет. Ну, вроде как, задачки там, спринты закрываются, задачки чекаются, там, билды проходят, все нормально. Но нет, нифига, люди увольняются, тайм-то-маркет падает, что-то происходит не так. После наблюдения, после того, как вы уже обратили внимание, фокус на вот эти вещи, которые происходят в вашей команде, у вас начинают появляться конкретные точки. О них я поговорю чуть подальше. Собственно говоря, то, что мы забрали у UX специалистов, UI специалистов, и попробовали принести их в свои процессы. Первое – это юзабилити. Юзабилити или удобство использования. Это в целом не про конкретный инструмент, а про процесс. То есть, насколько ваши инструменты собираются в нормальный пайплайн. Я привел несколько вопросов, да, сколько бесполезных кнопок надо нажать, чтобы добиться результата. Часто надо прощелкать какие-то 250 кнопок, туда сходить в конфиг, руками положить, потому что разработчики не сделали еще эту фичу, и она доедет там через 6 месяцев, и так далее, и так далее, и так далее. Как правило, про такие вещи забывают, и человеческий фактор – это самое больное во всей этой истории, на самом деле. Человеческий фактор разрушает процессы, потому что машина не ошибается, ошибается человек. Поэтому про удобство использования думаем в первую очередь. Дальше. Фандабилити или прозрачность. Это вот именно, насколько документирована вся ваша среда, насколько она понятна, насколько она очевидна. То есть, если, например, мне нужно, не знаю, чтобы оформить отпуск, пойти к директору по логистике, это довольно неоднозначная какая-то история. То же самое, что если мне надо задеплоить какой-то код, я хочу пойти в какой-нибудь GitLab, а для этого мне нужно пройти какой-нибудь сложный маршрут и прийти в итоге не туда, потому что там будет кнопочка, которую можно нажать, и которая дернет опекол GitLab, GitLab, и что-то выложит. Ну, камон, нет, ребят, это так не работает. Фандабилити – это важно, и оно решается хорошими кейсами, описанными хорошей документацией, за которой надо следить. Это тоже тема отдельного большого доклада. И последний, последний наш поинт – это кредибилити, доверие. Насколько люди готовы передавать инструменты друг другу. Очень часто, когда новый человек приходит в команду, особенно когда это сеньор, хороший человек хорошего уровня, он приносит с собой какой-то стэк инструментов, которые он умеет, которые удобен, и которые он может резко вкрутить. Я вот не удержался, конечно, от рекламы. На самом деле, мы действительно используем VEK Teams для ChatOps. У него хороший API, скоро будет похож на телеграммный. Мы даже стикеры умеем оттуда вытаскивать. Так что пользуйтесь, приходите, будем всем очень и очень рады. Итак, делать-то что? Делать-то что, Господи, бедному девопсу, бедному девопсу, которого со всех сторон окружили злые люди. Какая проблема? Что здесь, собственно, больно? Ну, очевидно, это переключение контекста. Все мы, технические люди, все мы знаем, что переключение контекста на CPU – одна из самых болезненных операций. И когда мы сильно щелкаем контекст, то на наших графиках вырастают вот эти пилы, серверы ходят в полочку, а задач вроде и нет. То же самое и с людьми. Ничего нового я вам не скажу. Чем меньше ваши разработчики будут свитчить контекст, тем лучше и эффективнее они будут работать. и тем шире будет улыбка в итоге, я надеюсь. Собственно говоря, что делать? Я это вывез как look and feel, то есть смотрите и чувствуйте. Термин на самом деле тоже из UI. Это обозначает, этим термином обозначается UI kit, они называются, то есть смотри и чувствуй. Я хочу сказать о том, что надо посмотреть и почувствовать с вашими, конкретно с людьми, с которыми вы будете работать для построения хорошего ДВХ. Конечно, с ними надо говорить. Говорить о проблемах, говорить о том, как проходит их рабочий день, о том, что они чувствуют вообще. Это банальный разговор. One to one для менеджера, one to one для специалиста. Вы можете сказать своему менеджеру о том, что вот я сходил в ВК, мне Андрей Сницын рассказал, что ты делаешь все неправильно, позови его, он сделает все правильно. Я, конечно, не пойду, но, тем не менее, попробовать можно. Как мы говорили уже, то есть мы можем продуктовые метрики использовать в этом подходе, и есть такая метрика, как NPS, Net Promote Score. Она расшифровывается, и эта метрика говорит о том, насколько люди готовы рекомендовать ваш продукт своим друзьям. Если вы видели опросы вот эти, насколько вы довольны, насколько вы там оцените одного до десяти, это вот ровно про то самое. В публичных каких-то инструментах NPS собирать может быть чуть проще. Там все однозначно, здесь немножко сложнее, но, тем не менее, эта метрика вполне считаема, и эти опросы должны быть формализованы. Вот как делают HR-специалисты, там раз в квартал он наверняка присылает какие-то вещи с вопросами о компании. То же самое можно сделать в рамках одной конкретной команды и эту метрику считать. Проводите тестирование инструментов, юзабилити-тестирование, что важно. Мы опять вернемся к Дженкинсу. Я никогда не знаю, кто был тот человек, который разрешил это дело, вынести продакшн, но, тем не менее, тестируйте свои пайплайны на внятность. То есть вы построили хороший технический пайплайн, сделайте его красивым. Красота — это очень важно. Мы боремся за чистый код, за красивый код, за тесты, за бла-бла-бла, что угодно, но не заботимся самих себе. А это, на самом деле, очень важно. Простите обратную связь у тех людей, с которыми вы общаетесь. Вот важно, опросы и обратная связь — это немножко разная вещь. Опросы — это обезличная история. Вы вот прям шарахнули веером, какая-то часть пришла обратно, какая-то нет. Обратная связь — это вот face-to-face история. Это опять про one-to-one. Но тут, если вы уже как человек, который именно драйвит DX в команде, то вам придется делать это проактивно. Надо будет ходить, надо будет спрашивать, надо будет какие-то вводить, не знаю. Инструменты для того, чтобы эту обратную связь, собственно говоря, обрабатывать. И последний функт — не надо бросать людей с проблемами по итогу всей этой истории. Потому что очень часто бывает, что менеджеры, к сожалению, ведут себя так, что выслушали человека, похлопали его по плечу, сказали, блин, да, я что-нибудь решу, и уходят. Все. Они свою задачу вроде как выполнили, получили вот этот эмоциональный, слили эту эмоциональную проблему с человека, но дальше ничего не происходит. А вот если менеджер вернется через пару часов, да, скажешь, я там сходил, поговорил, посмотрел, пообщался, будет сделано. Смотри, вот задачки, смотри, вот HR-ы там что-то ответили, смотри, вот я договорился следом соединенной команды. Это важно. Это важно. Я сегодня эту фразу уже сказал 350 раз, и, наверное, скажу еще не один раз. Собственно говоря, давайте, я уже подхожу, наверное, к финалу своего доклада. Давайте поговорим о том, с чего можно начать во всей этой истории. Поймите, изучите потребности тех людей, с которыми вы работаете. Ваш пользователь, как девопсов, как и СРЕ-специалистов, это разработчики. Это не люди, не клиенты, не кастомер ваших сервисов, это именно разработчики соединенных команд, и они такие же юзеры. На самом деле, такие же юзеры, им не надо погружаться в какие-то сложные ваши девопсовые темы. А вот поговорите с ними и спросите, вот как они хотят, чтобы это было, потому что это их код катится на продакшн, не ваш. Вы просто его катите. Подойти, спросить, понять, зафиксировать, это несложно. Но у вас уже будет базовый материал для того, с чем можно работать. Придумайте персонажей. Это хорошая история, классная. Я, на самом деле, ее украл из западных каких-то, я не помню, я какой-то доклад смотрел, и там вот прям рассказывали. Придумайте абстрактных персонажей в вашей команде, в соседних командах с абстрактным, с конкретным набором действий, которые он будет производить, этот персонаж. Да и назовем его там Вася-девелопер, Алена-тестировщица, Максим-второй линии поддержки, какой-нибудь, не знаю, там, кого угодно можно придумать. Но суть в том, что у вас эта персона будет присутствовать на митингах, на ваших встречах, и вы сможете оперировать к ней. Мой Вася-девелопер сегодня завалил билд, потому что мы сломали GitLab. Это нормальная история, и всем будет сразу понятно, не то, что там какой-то абстрактный разработчик, откуда-то. Все знают, это Вася-девелопер, можно сгенерить его портрет нейронкой. Придумайте ему вообще все, что угодно, пусть он будет максимально подробным. Вы его полюбите, будете жить с ним долго, и он будет вас радовать. Я вам обещаю. И, наконец, финальная тема по визуализации, очень хорошая, это карта путей пользователей. Вот тот самый Вася-девелопер и Алена Тестировщица. Как они двигаются по вашим продуктам? Вот просто квадратики нарисуйте, там вот GitLab, Java, туда ушли, здесь выгрузил, здесь. И когда вы поймете, что ваши пути выглядят не раз, два, три, а вот такими вот маршрутами, как вот в играх детских, со змеями и лестницами, которые туда-сюда ползают, вы поймете, что я говорю, в принципе, здесь не бла-бла, а какие-то достаточно серьезные, интересные вещи. Друзья мои, да пребудет с вами сила на этом сложном пути. Я активно нанимаю, приходите ко мне работать. У меня отличная команда, я отличный менеджер, я очень люблю своих людей. Спасибо вам большое, друзья. Меня можно найти по этим имейлам, мой канал HappyDevops, я там же пишу о счастье. Присоединяйтесь, всех очень рад видеть. И готов ответить на вопросы. Ух, ничего себе. Вот сколько вопросов. Спасибо, Андрей. Все считали свои VTF в час, я так понимаю, пока Андрей рассказывал. Настя, можно нам, пожалуйста, Микрофон. У нас вопросов много, прям вот в оффлайне. Давай я тебе помогу. Поднимайте еще раз руки, их было много, я точно видел. Да, добрый вечер, Андрей. Позвольте, выступлю адвокатом Дьявола. На самом деле, последняя версия Дженкинса вполне себе смотрибельна. Плюсую. Ну, а на самом деле, я не об этом хотел бы спросить, а вот точнее бы, во-первых, инструменты сбора обратной связи, какие вы использовали лично на примере, потому что это очень интересная штука. И как бороться, ну, есть, допустим, часть группы, которая согласна перейти на новый удобный инструмент, а другая часть уперлась, я сказала, я привыкла идти по вот такому пути. И условный менеджер говорит, а там 10 сборок работают, а 11 что-то упало, а там все 11 отработали. Что делать в таких ситуациях? Ну, во-первых, инструменты любые формы, я Google форумы использую какие-то, ну, то есть, это вообще прям, может что-то свое написать, может взять ВКонтакте, там тоже это можно это именно внедрение процесса. Да, нужно, бизнес всегда любит цифры. Нужно принести цифры и сказать, что мы вот коммитимся на эти метрики, у нас есть там наш, наш time to market, ну, ладно, time to market не совсем полностью в зоне ответственности эксплуатации. Время релиза, время тестирования релиза, количество откатов, вот все вот эти метрики, их можно собрать, но тут будет трудно, конечно, то есть, внедрить кусок. Этот процесс, его нужно прокачивать через, конечно, больше через управление. Ну, то есть, мне нужно найти прям заинтересованного менеджера, как вы, допустим, и сказать, смотри, я тебе такое сейчас расскажу, да? Да, 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 вот примерно про этот доклад, то есть, как бы, вот можно пересказать и заинтересовать людей, которые принимают решения в ваших командах. Спасибо. Спасибо. Будешь или? Противнись. Так, вопрос достаточно объемный. В общем, всегда же есть путь использования инструментов командной строки, вот в примере с Дженкинсом тем же, и в кли-интерфейсах всегда UnixWay, поэтому, как бы, вот даже известны случаи, когда люди там творческих всяких профессий, там, от звука режиссеров до писателей переходят на стек, там, Vima, и Otecha, и так далее, вот на эти инструменты, известны там Linux-райсеры всякие, собственно, это и есть рецепт счастья, получается, или не все так просто, и нагруженные инструменты все же нужны? Спасибо. так дела не делаются, по крайней мере, в моей команде. Спасибо за вопрос. Спасибо за доклад, очень интересный. У меня, на самом деле, достаточно менеджерский вопрос, в первую очередь. с точки зрения юзабилити, процессы уже достаточно хорошо построены, они строятся в разных компаниях, в разных командах. Здесь вы рассказали, что использовали Google Form для сбора обратной связи и так далее. Почему нельзя было прийти к инструментам, которые для юзабилити, скажем так, являются стандартными? Ну, то есть, либо через какую-то стороннюю команду это решить, либо UX ребят нанять? Можно, можно было, но у меня это был заход такой более pet-проджектовый, и я просто беру инструменты, которые есть вот здесь сейчас. Как правило, если я начинаю, пытаюсь сделать что-то на уровне эксперимента какого-то, то я беру вот то, что уже готово. Облака, готовые конструкторы, ноут какие-то системы, то есть, быстренько слепить, посмотреть, запустить, если это действительно. У меня просто команда 15 человек. Градить для этого какой-то отдельный инструмент, это не очень серьезно. Если это внедрять на уровне компании, я вот к Насте приду, например, скажу, Настя, давай мы с тобой пройдем куда-нибудь, просочимся в руководство и эту идею закинем. На этом уровне уже да, конечно, нужно внедрять серьезные системы и подключать, возможно, подрядчиков для анализа всего этого, безусловно. А дальше в Эко-Тимс никакие принципы, которые были в результате исследований, коздах и так далее, вывели, но они не пошли пока? На данный момент еще нет. Спасибо. Спасибо за доклад. Я вот хотел бы задать вопрос немного со стороны СРЕ. Собственно, вот, допустим, команда очень хорошо проработала и там все как по книге, уменьшило количество обзадач там, допустим, в два раза. И если со стороны девелопер-экспириенс самой команды СРЕ это прям супер и все отлично, то со стороны именно всех остальных разработчиков это будет как-то сильно аффектить их части и все такое? Безусловно. Потому что результат работы команды СРЕ это куча просьб нескольких команд разработчиков. И то есть как только они их сделали, разработчики будут счастливы, конечно. А потом можно к ним прийти и сказать, чуваки, вот мы придумали такую историю. Да, на самом деле это ровно про счастье и своей команды, и всех окружающих, потому что это так иначе какое-то взаимодействие. Спасибо. А давайте немножко на онлайн переключимся прям на пару вопросов. Пока никого нет. Нету? Давайте дальше. У нас оффлайн сегодня зажигает. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Хотел уточнить по поводу свитчинга регулярного между задачами. Бывает так, что работаешь где-то в компании, где постоянно переключают между задачами. И это губительно влияет на когнитивный ресурс сотрудника. Соответственно, он не работает эффективно. Вопрос такой, что делать сотруднику, который попал в такую ситуацию, составить себе какой-то план действий или же сделать какой-то рот, рот-мап составить по задачам. Я понял вопрос. Собственно, про то, что делать, это весь этот доклад был. Если в контексте одного человека, но это довольно сложно. Про переключение контекста я имел в виду конкретно в этом докладе больше про переключение между различными инструментами для выполнения одной задачи. Если у вас действительно постоянно идет контекст свитчинг между тасками, то есть вас прям приходят и говорят «нет, бросай это, делай это», то надо увольняться. Ну, то есть это действительно очень плохо влияет на когнитивные ресурсы, и вы, если будете упираться в это, ну, года 3-4 и вы клиент-психотерапевт 100%. Это, к сожалению, IT — это большая очень вот именно когнитивная история, которая сильно недооценена. Я очень много за это топлю, я провожу какие-то собственные исследования, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик, все дела. Пишу все там. Добрый вечер. Так, вопрос простой, вот это удивительно, безумно удивительно выглядело то, что вот из темы UX, да, вот перекочевал вот в SRE, да, или в DevOps, вот эта история. Хотелось бы просто узнать, откуда вы узнали об этом, и все. Я активно участвую в комьюнити мировых, во всяческих, и, собственно, оттуда тренды все эти и таскаю. К сожалению, в Россию все это приходит с небольшим лагом там в 2-3 года, и вот опять-таки команда Argo CD, Argo, просто Argo она называется, еще несколько команд, они несколько лет назад активно вынесли этот тренд именно вот в свете того, что люди горят на работе, и это прям странно, и вот они что-то там исследовали. Просто хотелось понять, почему они взяли тему UX и прикрутили сюда, потому что я же говорил про время. Вот этот опыт использования, если он положительный, то время увеличивается. Взяли просто уже отработанную схему, есть продукт, есть люди, которыми пользуются, есть взаимодействие между ними, это пользуются опыт. Тут то же самое, но про разработчиков. Разница в том, что разработчики это не люди, в смысле не простые люди, а гораздо более скиллованные, и поэтому как-то считают, что их можно обделять, они вот с консолью разобрались, значит и с Дженкинсом разберутся. Да, да, спасибо. Спасибо. Сильно ли уменьшаются VTF-часы при таком подходе? В принципе, даже не особо интуитивное расположение кнопок, проблем особо нет. Сильно, сильно. Из мелочей складывается просто вот все. На самом деле, вот про Vim тут говорили, я большой поклонник Vim, я пользуюсь им до сих пор, и очень его люблю. И изначально для меня Vim был, ну, все знают, он сложен для освоения. После того, как я научился им пользоваться эффективно, вот именно командным режимом, что важно, да, моя скорость работы увеличилась в разы. Вот, а количество VTF, соответственно, упало. Если вы этот подход перенести на команду, то предлагаю вам провести ваш собственный эксперимент. Такой немного каверзный вопрос. Вот, мне тоже нравится VFX, я тоже топлю за то, чтобы улучшать инструменты для разработчиков, но, с одной стороны, если упрощать инструменты, то, во-первых, появляется много магии, которая выполняется за спиной разработчика, которую он особо не знает, а визуальный конструктор очень часто обделяет как раз функционалом, который нужен, но если его перегружать интерфейс, то получается 110 кнопок, которые нужно прожать, чтобы что-то получить. Как балансировать между этим? Что делать в такой случае? Не надо упрощать, надо улучшать. Потому что, например, консоль управления вертолетом очень сложна. Я пробовал, то есть я не умею водить вертолет, но я сидел за ней. И как бы вот есть старый интерфейс, который перегружен кучей графиков, а есть новый интерфейс для того же самого. Там меньше не стало, но все это стало удобно и интуитивно понятно. Они все нужны, все эти кнопки, все эти тумблеры, они все нужны для управления вертолетом. Их нельзя убрать или скрыть, но их можно расположить удобно. Это вот как раз про последние мои слайды, про карты пользователей путей, про карты путей пользователей. И про все вот это. То есть как только вы визуально поймете, что у вас происходит в процессах, вы поймете точки для улучшения. Не упрощать, улучшать. Это важно. Как раз вопрос про Vim. Тогда пожалуйста. Двоеточеку, если выходить. Восказательный знак еще. Это если не сохранять. Вот это как раз таки вопрос, что много молодых разработчиков, все прекрасно адаптируются к новым инструментам, а как быть с людьми? Мы взрослеем, мы привыкаем к своим инструментам, и мы не хотим переходить на более новые, потому что у людей это инертная масса. Допустим, тот же Vim. Я вот наблюдаю за ребятами, МЦ Edit используют, Vim, но только без всяких настройок и улучшений. Сидят по клавиатуре. Медленно и долго. Я уже давно на VS Code перешел, и PSA Remote хоп-хоп с мышкой, с клавой совместно очень эффективнее, гораздо работаю. Как взаимодействовать с такими людьми? То есть я форсирую тоже, ребята, попробуйте VS Code. Там даже Vim Mode есть. Одного мне удалось уговорить, ему вроде нравится. Но большинство людей уже 30+, им тяжело, это все дается. Как персонально с ними точечно работать? Чтобы повышать эффективность, потому что, опять же, замечал тоже, даже как это парное программирование, а по Zoom работаем, паренек без МЦ, я привык к МЦ, он просто в консольке перемещается между папочками, и просто завалил раскатку, потому что не так файл один переименовал, потому что он не наблюдал, визуально не видел перед собой, что он делает. Это же тоже снижает эффективность. Да, безусловно. Во-первых, за 30+, спасибо, мне 40. Ну, в целом, это вопрос, конечно же, в области психологии, и вот Team Lead Conf полностью посвященный вот этим историям. Конечно же, это очень сложно. Я считаю, что этот подход нужно использовать как с детьми, любовью и терпением, только так. Понемножечку, по чуть-чуть, ну покажи, что вот давай ты сегодня один раз посидишь в Виме, а завтра будешь сидеть там в этом, не знаю, в своем ВС-коде или в чем угодно. Понемножечку, по чуть-чуть, то есть нельзя директивно сказать, делайте, потому что это хорошо, я проверил. Надо сказать, попробуйте, не понравится, уйдем, уберем, пусть не бойтесь, попробуйте денечек. А я вам печеньку дам или там отгульчик какой-нибудь. Ну, это вот как с детьми, как с детьми, только так. Меня зовут Артемий, спасибо за доклад, Андрей. Как вы смотрите на объединение сила и ГУИ в одном программном продукте, чтобы было и вашим, и нашим? Прекрасно. Когда можно будет и ГУИ сделать одно и то же и с помощью силай. Были ли подобные кейсы в вашей практике? Ну, то есть ГУИ есть у GitLab, например. Ну, да. Ну, вот мы так и делаем. Но чтобы прямо в одном окне можно было, не отходя от кассы, пользоваться и силай, и ГУИ. Ну, это уже какие-то интерфейсные улучшения. У нас какой-то такой кастомизации жесткой не было. Но в целом, если вы чувствуете, что это толчок какой-то вашим процессам, почему бы и нет? Вот как раз, когда вот люди спрашивали, что как быть с теми, кто против ГУИ, вот может быть, это и есть решение. Ну, во-первых, против ГУИ, как правило, это вот позиция, она религиозная. Ну, то есть в ней нет какой-то вот именно базы, да. Я могу внятно, например, объяснить, почему мне не нравится там интерфейс того или иного продукта. Я могу что-то сказать, что да, я бы не пользовался, потому что вот это, вот это, а здесь это лучшее. Но когда вопрос, ответ на вопрос возникает, то, что мне не нравится, это начало холивара. Все, то есть холивара, это уже не то. Рассматривали вы кастомные вариации ГУИ, чтобы каждый мог под себя настроить иконки и кнопки, как ему удобно? Нет, настолько я не заморачивался, но в целом многие продукты позволяют это сделать. В целом я считаю, что это хороший заход. И вот если провести опрос и понять какой-нибудь, не знаю, там, если у вас есть какой-нибудь эталонный инструмент, например, в команде, то можно сделать все остальные похожие на него, и это будет хороший заход. Это отличный поинт. Спасибо. Спасибо. Спасибо за UI, UX, EGM. Вопрос по оргдизайну. Представь, что твоих девопсов раздали в end-to-end продуктовые команды, и они теперь не под тобой. Что изменится? Я уволюсь тут же. Зачем мне нужны девопсы, которые не подо мной? Но есть компании, где девопсов распределяют в продуктовые команды, иногда даже наполовинку, то есть он за двумя командами. Вот как им тогда существовать? Ну, тут в таком случае получается, что нет отдельной команды эксплуатации, нет процесса вокруг этого. И это ответственность каждого лида, который руководит продуктовой командой. ДВХ – это не только про девопсов, это про разработчиков в целом. То есть можно начать внедрение с той стороны, то есть 5-7 лидов продуктовой команды и сказать, вот есть, не знаю, там, но кто-то руководит все равно этим девопсами как-то. Скажет, вот люди страдают. Или сам этот девопс придет и скажет, я страдаю, давай что-нибудь делать. Так может он не страдает, он же почти не общается со своими коллегами, он в продуктовой команде, в скраме. Ну, продуктовая команда тоже может как-то в этом плане, не знаю, не очень хорошо работать. То есть можно начать за этот заход с конкретного продукта и конкретных эксплуатационных процессов для этого продукта. Этот девопс в end-to-end команде что-то делает, правильно? Он релизит что-то, он там мониторинг строит, что-то какие-то процессы происходят. И он так же общается с разработчиками, они так же для него заказчики. В данном случае это будет не командная история, конечно, но вот начало будет очень локальное. Если все пойдет хорошо, ее можно как-то дальше расширить. В данном случае это будет вырастать, вот это можно вырастить с любой точки, по сути. Вы просто говорите какое-то момент время, я устал жить так, я хочу жить по-другому. С этого начинается ДВХ, и можно использовать терминологию и базу, которую я, собственно, вам дал сегодня. Ну, не все компании готовы к таким инициативам, к сожалению. Да, к сожалению, да. Ну, как бы не все компании готовы к внедрению, например, continuous delivery процессов. Однако мы говорим про это на конференциях. Кто-то готов, кто-то нет. Это надо понимать. Ну, значит, до России через пару лет докатится. Ну, вот ВК уже начинает приходить к нам работать. Спасибо. Я иду к тебе, иду. Долгий путь был для тебя. Андрей, привет. Меня зовут Коля. Спасибо за выступление. Мой вопрос про метрики в ДВХ. Вот, например, есть какая-то компания, в ней есть локальная платформа, которая используется только внутри, не продается наружу. И вот ты приходишь, как и сырье, к менеджеру проекта, и говоришь, вот давай вот здесь вот улучшим, тут кнопочку, тут интерфейс переделаем. Он говорит, хорошо, давай посчитаем, какой будет профит, value от этого всего. Вот, например, говорит, мы можем на разработку этого всего потратить столько человек, часов дизайнера, разработчика, тестировщика, а можем сделать то же самое для внешнего продукта и заработать на этом денег за счет того, что это внешний клиент. И вот мой вопрос, на какие метрики, кроме там кликов, условного счастья пользователя, вы смотрите для того, чтобы обосновывать затраты на то, чтобы делать ДВХ? Спасибо. На те метрики, которые непосредственно влияют на рабочий процесс. То есть есть скорость релизов, количество откатов, количество алертов в мониторинге. Все эти метрики, все эти плохие цифры можно собрать, то есть цифры, которые надо уменьшать. И попробовать замаппить их на ДВХ. Например, если у нас плохие релизные процессы, у нас диплой занимает четыре дня. Мы что-то подшамалили, подкрутили, придумали с инструментом, диплой стал занимать два дня. Мы стали катить два раза больше релизов в месяц. Приходишь с этим бизнесом и говоришь, смотри, вот здесь сделали, здесь получилось. Будем дальше делать. И там уже, конечно, мячик не всегда на вашей стороне, но в целом это продавливаемая история. Золотое правило, бизнес любит цифры. Никаких эмоций, никаких пламенных вызываний. Пришли, посчитали. Все. Друзья, еще были руки, я видел. Давайте последние, да? Все, фиксируем. Три вопроса вот эти. День добрый. Здравствуйте. Хотел уточнить. Смотрите, способ работы с амбассадорами, допустим, работает у вас или нет? То есть, допустим, вы внедряете новый инструментарий или процесс, там, подход, и, допустим, у кого-то это получается лучше. И какие есть, может быть, хинты, чтобы каким-то образом этот успешный опыт реплицировать на остальных сотрудников? Тут уже вопрос. И маленький второй вопрос. Как быть, если там, допустим, боль команды, она где-то за пределами этой команды и там за пределами инструментария, она, допустим, ну не знаю, например, по моим данным, у вас есть боль там с ЭБ и ковырянием дырок и длительностью ковыряния этих дырок. Закрытая информация. Как быть в таком случае? Спасибо. Да, я понял вас. На первую часть вопроса могу ответить, что это, конечно, позиция уровня менеджмента. То есть, все зависит от того, с какого уровня все это течет. Если это там SEO, ваше, это дело все нашел, почитал и проникся, то это на следующий день вся компания начнет этим заниматься. Без вариантов просто. Если это какой-то, не знаю, помощник тестировщика, то будет сложнее, но все равно возможно. То есть, как бы, тот же самый, как мой предыдущий ответ. Собирайте фактуру, приходите, говорите, это работает. Если вас не слушают, можете не сидеть куда-то в другую компанию либо там тащить дальше свою родную. А второй вопрос был, напомните? Боль, которая вне. А, да. Боль вне команды. Надо идти решать ее вне команды. То есть, если это действительно болит, то надо как-то, ну, какие-то находить обходные пути, если она напрямую не решается. Я не буду комментировать историю СБ нашу. Все у нас хорошо, дырки ковыряются, все нормально. Вот. Но, как бы, часто бывает, да, что заказчики тормозят, часто бывает, что где-то еще. Ну, может быть, имеет смысл найти узких мест и прийти и сказать, чуваки, ну, вот смотрите, вот здесь мы явно тупим, да, давайте попробуем этот процесс как-то оптимизировать. Идти через голову, идти как-то выше. Если действительно болит, то это оправдано. Тут цель оправдывает средства. Но по итогу можно, конечно, с резким вылететь, если найдетесь, как-то нарветесь на какого-нибудь там не очень адекватного, не очень какого-то там, не знаю, менеджера, который решит, что вот вы очень много на себя берете. Риск всегда есть. Друзья, были еще руки, я помню. Добрый вечер, спасибо за доклад. Меня зовут Александр. У меня вопрос такой, он подходит под части команды, но он немножко отходит от тех инструментов, которыми команда непосредственно пользуется. Я говорю именно о том, что мы предлагаем разработчикам, помимо стека и прочего, это печеньки в офисе, это комната для разгрузки. Вопрос следующий. Насколько это действительно важно и как с этим не переборщить? Спасибо. Мы тут ушли в сторону от конкретного developer experience, в сторону, как, не знаю, как нам облизать разработчик, чтобы он ходил на работу. На самом деле, я говорю только про инструменты здесь, а в целом, я считаю, что мой подход, который я проповедую, что дом на работе должно быть лучше, чем дома. Вот, чтобы люди хотели идти на работу. Это работает и на удаленке, в принципе, хотя гораздо сложнее. В офисе работа очень хорошо. Когда человек рад идти на работу, он будет идти на работу, будет ходить, будет доволен тем, что он делает, будет ощущать свой импакт, который он приносит в этот мир. Да, надо кормить печеньками, надо дарить футболки, надо послать на конференции, конечно же надо. Нас мало, но мы в тельняшках. Спасибо. Друзья, спасибо вам огромное за вопросы и за то, что пришли. Спасибо. Спасибо, Андрей. Я хочу подарить единорога, человеку, который спрашивал про тебя, тебе-тебе-тебе. Вот рыжий товарищ, да. Потому что вопрос мне прям понравился, очень классный. Спасибо, друзья. Спасибо.